Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Дима и канал МТГ Сибирь И уже завтра нас будет радовать новый сет Инистрат Поэтому пришла пора сделать последний обзор на, по моему мнению, играбельные коммана и анкоммана грядущего сета И хотелось бы начать с чистолюбивой селянки Очень интересная крича за 2 маны, 1-1 Когда она выходит на поле битвы, мы ищем себе в библиотеке карточку равнины Показываем ее и кладем в ручку, а затем шафлим деку Шабаш, если у нас есть под контролем 3 существа с разной силой, то мы можем за 3 маны ее трансформировать И она станет опытным катаром с цепью жизни 3-3 По моему, очень даже занимательная крича, очень занимательная карточка Во-первых, она нас стабилизирует по мане А во-вторых, она может стать 3-3 лайфлинкером, что не может не радовать, достаточно очень приятная карта Далее, Лунарх, Ветеран За 1 ману, 1-1, по сути это сестра Да, то есть есть такая дека, Soul Sisters А за 1 ману, 1-1, когда другое существо выходит на поле битвы под нашим контролем, мы геним хит И разупокоение За 2 манки, если он на нашем кладбище, мы можем его вернуть в игру в виде сияющего фантома Он будет с полетом, 1-1, он также будет нам генить хит, когда другое существо будет выходить А, покидать поле битвы Под нашим контролем Ну, по-моему, тоже достаточно прикольная, опциональная карта Тем более для деки на лайфлинке Которая сейчас запросто может существовать в бело-зеленом цвете Далее, разыскиваете летание Ребята, это же Делвер, Делверов Сикрет Это самая паломная карта, которая до сих пор играет в Легаси И в модерне, за 1 ману 1-1, мы в начале апки посмотрим карточку топдека С там инстантинсорста, мы ее трансформируем, становится 3-2 с полетом Что еще нужно? Делверов Сикрет снова с нами, снова в стандарте И это палом Это имба Это просто жесть Иступленный пробудитель За 1 ману 1-1, существо За 3 маны мы жертвуем другое существо и дроваем карточку Затем его трансформируем В чувака 4-4 Демон Не знаю, я когда смотрел Рары и Мифики Мне казалось, что там есть менее паломная карта, чем вот эта И чем вот эта Ну да ладно, давайте следующую Мстительный душитель Вот это вообще, это просто имба Это просто Какая-то жесть, друзья За 2 маны 2-1 Не может блокировать Когда он умирает, мы его возвращаем на поле битвы В качестве ауры, которая зачаровывает существо или плантсвокера под кромом перманента Начальная шага поддержки Игрок, отрывающий зачарованный перманент, приносит в жертву не являющийся землей перманент И теряет хит По-моему, просто лютейший палом Проводница пламени За 2 маны существо 2-2 Когда заклинание под нашим котом Ность повреждения Мы ее трансформируем немедленно И она становится существом 3-3 А каждый раз, когда заклинание под нашим котом Ность повреждения Мы кладем на нее 1 жетон пламени А за 1 ману мы даем жетон пламени Отгоняем верхнюю карту библиотеки И можем разогнать эту карту в этом ходу Понятно, да? Понятно, да? Что за карта и как она хорошо будет себя проявлять в стандарте Росток шляпки смерти Даже такое, представляете? Росток шляпки смерти За 1 ману 1-1 Плесень В начале вашего шага поддержки мы скручиваем карту Затем, если на нашем кладбище есть не менее 3-х карт существ Мы трансформируем в росток шляпки смерти Я уже прямо вижу БГ реаниматора Вот честно, я смотрю на это Существует 1-1, который атакует 3-3 И в начале нашего шага поддержки мы можем узнать карту из кладбища любую Если, каким образом, была карта из нас существа То мы кормим на нее жетон плюс 1 И он останется там 4-4, потом 5-5, 6-6 и так далее Ну, по-моему Блин, ребят, мне нечего добавить Просто это Это просто офигенная карта Кистик, скин, натуралист За 2 маны 2-2 Каждый раз, когда он атакует Мы добавляем красную или зеленую манку В монопул И до конца хода мы не теряем эту ману По окончании шагов и фаз И если, конечно же, никто не разыграл инстант Вот, точнее, спелл в свой ход То мы его трансформируем Он становится 3-3 И дает нашим волкам и вервольфам плюс 1, плюс 1 И каждый раз, когда он атакует Мы добавляем ману Которую также будем не терять То есть это, получается, лорд 3-3 Который будет качать других вервольфов И волков в том числе Преданный кладбищенский сторож За 2 маны существует 2-1 Когда он выходит на поле битвы Мы скручиваем 2 карточки Но тут именно завязка на том, чтобы Собрать себе деку с разупокоением Каждый раз, когда мы разыгрываем заклинание Из нашего кладбища Мы тапаем целевое существо И когда он на нашем кладбище Мы можем заплатить за 3 маны разупокоение Сделать его 3-1 с полетом Ну и что еще надо, собственно 3-1 с полетом, порщик дух Вот и все Далее у нас идет Возрождение места резни Это волшебство Которое за 5 маны возвращает Наше существо из кладбища сразу в игру Но при этом оно стоит на 1 ману меньше За каждое существо Которое умерло в этом ходу И имеет флэшбэк за 7 маны Такой вот Uncommon Игра с огнем За 1 ману Наносит 2 повреждения любой цели Как шок Но только если при этом Еще мы нанесем повреждения игроку То при этом еще и скрайм 1 То есть это такой шок на максималках Который вот теперь нам доступен Спасибо большое, визарды А скап лезвий Это лорд За иманы 2-3 Другие зомби получают плюс 1-0 Очень просто Зомби лорд Который прекрасно ляжет деку на зомбарях То есть представляем Вот этого капитана Который 1-1 На второй ход у нас Стоит скап лезвий Капитана получает Каунтер Встанется 2-2 И получает забилку Встанется 3-2 В атаку на 3 На второй ход По-моему неплохо Всесожжение за 1 ману Зачаривает существо Зачем он получает Плюс 2-2 На самом деле Очень интересная карточка Для монореда Абсолютно не специфическая Потому что Моноред вообще Такие вот Плюхи и бонусы Не умеет раздавать То есть он Что мне нравится То что мы можем зачаривать Существо оппонента И оно умрет Либо зачаривать свое существо Чтобы оно пробило По-моему прекрасная карточка Мне она очень сильно Кстати понравилась Я даже не ожидал От монореда такого Грязная игра С 2 маны Волшебство Мы уничтожаем Целое существо С силой 2 или меньше И получаем дознание Но на самом деле Такая достаточно интересная Сайдовая карточка Против дек С быстрых агр Против быстрых колод Которые быстро ставят Каких нибудь крич Маленьких И плюс еще к тому же Как бонус Получаем дознание То есть делаем себе Артефакт улику Выползти из подвал Вот эта карточка Мне вообще сильно понравилась За одну ману Мы возвращаем Целую карту Существа Из нашего кладбища На нашу руку Как бы стандартная Такая карта Ничего особенного Но при этом Кладем жетон Плюс 1 и плюс 1 На зомби И у нее есть Флэшбэк За 4 маны То есть можно На 4 ход Опционально Еще раз Вернуть себе Существо С кладбища В руку И снова положить Каунтер Плюс 1 и плюс 1 На зомби Под нашим контролем По-моему Вообще Замечательная карточка Жажда больше Вот это вообще жесть За 2 маны Волшебство Мы создаем Одну фишку Существа 3-1 Черный и красный Вампир С пробивным ударом Цепью жизни И ускорением Жертвуем конечно же В начале нашего Следующего заключительного шага И воспоминания за 3 То есть на 2 ход сыграли На 3 ход сыграли Сконяли в атаку Пробили Мне эта карточка Вообще безумно понравилась Она мне напомнила Былую мощь Рагдлса Если честно Неестественный восход луны За 2 маны Наступает ночь Все Это баф То есть мы поставили Кучу вервольфов Наступает ночь Они все трансформировались Стали охренительными До конца ход Целевое существо Получает плюс 1 Плюс 0 Пробивной удар Способность Каждое Существованность БВ повреждения Игроку Возьмите карту И еще воспоминания Еще раз трансформируем При необходимости Если надо будет Кстати такого У вервольфов раньше не было То есть они всегда были Ну как сказать Они обязаны были Трансформируются Натуральным образом То есть когда никто Не сыграл спела И это было тяжело Сейчас же есть вот такая вот Такая карточка В виде такого крутого бафа Для них Страшница Дан Харта За 3 маны 3-3 Бдительность Уже неплохо Человек Дека на людях В цветах вселенной Все шабаш В начале боя Время нашего хода Если мы контролируем Не менее трех существ С различными значениями силы Существа под нашим Котором получают Плюс 1 Плюс 0 До конца хода По-моему По-моему прекрасно Чтобы намного Сходить в атаку То есть дека Заточена на то Что мы будем играть Людьми Будем играть агрессивно Будем играть Людей много И будем ходить в атаку И дожимать Закатная пирушка Вот это очень крутая Краточка для контроля Я бы даже Играл мейном Но многие контроли Наверное Будут играть сайдом Если у оппонента Больше жизни чем у вас Мы получаем 4 хп Если под контролем Оппонента больше существ Чем под нашим Мы создаем 2-2 блокера Белый человек Если оппонента В руке больше играет Чем у нас Мы дровываем карточку По-моему вообще Замечательная просто карта Очень-очень крутая Удар Луна Яра За 3 маны Чисто в В деку на вервольфах Разыгрываем Закатная На 2 меньшее стоит Ночь И он наносит 3 повреждения В любую цель Просто болт Для вервольфов Айда плясать Айда плясать Я уже делал обзор На эту карточку Но давайте еще раз За 2 маны Волшебство Мы создаем 2 фишки Существует 1-1 белый человек С флэшбэком за 5 Что может быть на самом деле Круче и приятнее Для деки на людей Я если честно Пока что представить не могу Но мне очень сильно нравится Эта карта Действительно Дюрес Дюрес я сюда включил Потому что Его сейчас нету То есть Если мы собираем Деку стандарт 2022 То нету дюреса И это больно Это прям Очень сильно ударяет По составляющей Для агрокаллот Чтобы бороться С какими-то контролями Вот теперь Дюрес переиздают И это очень даже Большая приятность Время взаймы Тоже Вот эта чарка Я уже не помню Как она называется Которая за 3 маны Удаляет существо Перманент из игры Пока сама в игре Она уходит И приходит На ее место Другая Такая же карточка Но только с другими Время взаимы Это приятная замена Рассмотрение Тут вообще мне сильно Очень понравилась карта Потому что работает она Как опт Или как пондер Мы смотрим Верхнюю карту Библиотеки Если она нас не устраивает То кладем на кладбище Ну как опт Работа по сути Только не скраем Мы кладем на кладбище Если нас она Не устраивает То оставляем на топ Деке И дроваем карточку На скорости Инстант Даже вход оппонента И что приятно То что Мы кладем Карту на кладбище То есть мы можем Положить что-то на кладбище Что имеет допустим Какую-то возможность Сыграться потом Или вернуться потом И тем самым Как бы вот Делая себе Двойную выгоду Священный огонь Ну вот это вообще жесть Это такой хеликс На минималках Потому что наносит Инстанты 2 повреждения В любую цель Мы гейм 2 хита А не 3 Но у него есть Приятный бонус В качестве флэшбэка За 6 маны То есть за 6 маны Мы сможем И сыграть его еще раз И это не может На самом деле не радовать Мне карточка Очень сильно понравилась Полуночная засада Оливии За 2 маны Целевое существо Получает минус 2 Минус 2 до конца хода Стандартный как бы ремувальчик То есть если мы играем Про фивер вольфов Сайдовая опция Вообще замечательная То существо получает Минус 13 Минус 13 до конца Хода убивает Так наверняка Далее ритуал надежды Это 2 маны Существо под нашим контролем Получает плюс 7 Плюс 1 Но если мы контролируем 3 существа С разными силами То все существа По нашим контролем Получает плюс 2 Плюс 1 И может использоваться Как финишер Если вы помните В белосинем флайинге Уже была такая тема Что все существа С полетом получали Плюс 2 Плюс 2 И растапывались Ну тут конечно Они не растапываются Но тоже Плюс 2 Плюс 1 И просто Проехаться по лицу Очень может быть Даже больно И интересно Катара командос За 2 маны 3-1 С мигом Как бы за 2 маны 3-1 Ничего Всех естественного Но у него есть миг И у него есть обилка За 1 ману Пожертвуйте Катара командоса Уничтожьте Цельбор артефакт Или чары И тут Карточка становится Максимально опциональной У нее есть Сразу 4 опции Либо это порщик За 2 маны 3-1 Либо это блокер За 2 маны 3-1 Либо это дизенчант За 3 маны Либо это Ну собственно Артефакт Убейте за 3 маны Либо чары Убейте за 3 маны Либо выставите его Встаньте в блок И в стеке До демеджа Убейте чары Или артефакт Прикольно же По-моему даже очень А гнилостное восстание С этой карточками Мне тоже понравилось Очень сильно За 1 манку Мы сгоняем Не более целевой карты 1 из кладбища Любого Создаем фишку 2-2 черный зомби С трупной гнилью И как бы да Вот мы себе сделали Атакера Но у карточки Есть флешбек За 2 маны Всего лишь за 2 маны На скорости инстант По-моему Блин Для деки на зомбарях Что может быть прикольнее Соколиная мерзость Не знал Долго Насколько Стоит И не стоит Включать эту карточку В свой топ В свой перечень Но За 3 маны 2-2 с полетом Зомби Когда она выходит На поле битвы То выходит с другом 2-2 черный зомби С трупной гнилью По-моему Более чем достойный Коман Упыриная процессия С 2 маны Чарка Каждый раз Ко одно или несколько существ Не являющихся фишками существ Умирает Мы создаем Одну фишку Существа 2-2 черные зомби С трупной гнилью Один раз в ход Ну да Мы пошли атаку Что-нибудь потеряли Сделали себе зомби Ну Или там у тебя Что-нибудь убили Сделали себе зомби В каждом ходу Причем По-моему Вообще Замечательная карта Очень Очень достойная Капитан Искатель За 4 маны 2-2 Когда он выходит На поле битвы Возьмите карту Дороговато скажете вы Но Разыгрывание Этого заказания Стоит на одну Меньше За каждое существо Которое мы атаковали В этом ходу Про атаковали Тремя существами Сыграли за 1 ману 2-2 кричу И еще и карту подробовали Как вам такое Гибельное поле Очень рад переизданию Потому что Все гибельные поля До этого Так же как и дюрес Канули в небытие Гибельное поле Переиздают Это значит Что шанс бороться С чаркой С комбой На ангелах Становится Не так проблематично Как раньше Как в стандарте 2022 Щелчок Переключателя За 3 маны Мы контрим Целевое заклинание Если не заплатят 4 И прям создаем фишку 2 черные зомби С трупной гнили То есть можем Все создать атакера Съедение Съедение Ну съедание Ну съедение заживо За 1 ману Мы должны пожертвовать Существо Или заплатить 4 маны Но Если мы играем Декой на зомбарях То у нас вот этих фишек Которые должны пожертвоваться Просто должно быть за глаза Поэтому не проблема Изгоните Целевое существо Или плэнтсволкера Просто изгоните Без всяких там Других альтернатив А верное исправление За 2 маны Инстанта Мы геним 2 хита Берем 2 карточки И затем сбрасываем 2 карточки И это нужно для деки Которая будет возвращать Существо с грейва Плюс флэшбэк За 3 маны По геним 2 хита Положили 2 карточки Которые будем дальше Разыгрывать на грейв По-моему Вообще Крутая Крутая инстанта Вампирша Светская львица За 2 маны 2-2 Угроза Вообще Просто чудесная карточка Вампир-аристократ Когда вампирша У нее угроза То есть она входит в атаку И должен Бакир 2 существа минимум А когда вампирша Светская львица Выходит на поле битвы Если оппонент Терял жизни в этом ходу Мы кладем Один жетон На каждого другого вампира Под нашим контролем И плюс И когда оппонент терял Если она на столе Оппонент потерял Хиты в этом ходу То каждый другой вампир Выходит с дополнительным Жетоном Плюс 1 Плюс 1 На нем Блин Ну просто Обалденный Интересный С интересной механикой Лорд Мне очень сильно нравится Вот и все ребята Такой был обзор Каманов и Ян Каманов На мой взгляд Играбельных Если вам понравилось Не забудьте Поделиться этим видео С друзьями Поставить лайк Оставить комментарий И подписаться на канал Завтра начинаем Скрать бустера И будем какую-нибудь Чушь собирать Первую Из того что нам попадется В бустерах Из тех рарок Из тех ханкоманов Команов И мификов Ставьте ваши лайки Подписывайтесь на канал Смотрите комментарии Конечно же Я уже говорил И похоже на эту Автономогию Ну да ладно С вами был Дима Каналом Тегасибирь Удачи Завтра Увидимся В Энистраде Субтитры сделал DimaTorzok